добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплинировании и так третий столб воспитания это наказание конечно сегодня мы используем практически только его и когда люди говорят о воспитании моментально в голове возникает образ ремня ремень на мой взгляд как образ дисциплинирования или коррекции является исключительной мерой если мы не смогли своим личным примером донести до ребенка правильные модели правильные истины если мы не способны поощрять его у них уже сложился определенный стереотип то нам конечно же необходимо реагировать то есть если мы с вами будем оставлять без наказания определенные проступки то мне кажется что закрепиться вообще понимание безнаказанности современное либеральное общество по моему мнению очень серьезно пытается склонить нас именно в эту сторону желая воспитывать безнравственных разбалансированных людей которые могут делать все что они хотят другими словами сегодня у ребенка гораздо больше прав чем у его родителей его нельзя наказывать его нельзя наказывать никаким образом и последние вот дебаты по поводу нашего белорусского закона о насилии буквально включают в себя все формы какие только возможны воздействия родителей на ребенка как запретные нельзя физически наказывать нельзя материально наказывать нельзя психологически наказывать нельзя их заставлять работать и нельзя не дать им денег мы должны просто носить этого ребенка на руках позволяя делать все что ему заблагорассудится и ни в коем случае не грозить ему даже пальцем потому что это может травмировать когда мы говорим о наказании мы не говорим о том чтобы избивать подавлять и так далее мы говорим о коррекции и любая коррекция она возможно будет приносить некий дискомфорт как минимум и так наказание тогда мы наказываем детей за нехорошие неправильные поступки закрепляет матрицу ответственность ребенок понимает что любой нехороший безнравственный или преступный поступок в обязательном порядке будет наказан когда мы с вами избегаем этого когда мы думаем что нас бедный плачущий малыш не достоин наказания даже если он в магазине что-то украл и его должна объяснять долго рассказывать мы закрепляем матрицу безнаказанности ребенок привыкает к этому когда он вырастает выходит в огромный мир в котором кстати этой системы безнаказанности не существует у нас попытка знаете вот сделать вот такой дисбаланс дело в том что семья мы пытаемся создать систему безнаказанности но когда ребенок выходит у него появляются личные отношения с государством там достаточно жесткая карательная система даже за самое мелкое преступление если мы не приучили дитя к тому что он за все будет нести ответственность он выходит в этот мир и сталкивается с другой системой и начинается либо бунт либо подавление личности и он совершает противоправные действия понимая что прожить по-другому ему просто невозможно ведь его не научили не чтить законы не уважать правила не уважать тех кто носит является носителем этих правил и законов и так друзья коррекция дисциплинирования необходимая часть не самое главное она крайне последняя третье основание воспитательном процессе но она очень необходима дальше мы будем говорить в каких случаях нужно применять наказание и как правильно это делать но сегодня главная мысль состоит в том что наказывать детей критически необходимо в противном случае мы воспитаем беззаконных и разбалансированных